Здравствуйте, сегодня мы будем получать рут на устройство Sony Xperia с Android 4.4 В частности я буду использовать телефон Sony M2 C2305 с Android 4.4 Вы можете использовать на других устройствах с Android 4.4 В принципе инструкция универсальная должна вам подойти Лучше уточнить на сайте 4PDA в Android устройствах Sony Ericsson Найти здесь свое устройство, зайти в тему специальная прошивка И уточнить насчет получения рут прав на вашем устройстве Сначала займемся подготовкой Нам для этого нужно будет рабочее устройство с Android 4.4 Также установленный флештул Правильно установленный флештул Как установить флештул смотрим здесь С драйверами Также необходимо скачать две прошивки Одну прошивку с Android 4.4 Я вот здесь переименовал, чтобы не путать их Вторую прошивку с Android 4.3 Идеи как скачать прошивку тоже можете посмотреть здесь внизу экрана Также необходима программа ABD Скачать программу вы можете по ссылке в описании под видео Архив ZIP ROT Xperia Так, необходимые для работы прошивки и программы скачаны Прежде чем приступать к получению рут прав просмотрите инструкцию полностью Сделайте для себя необходимые заметки Также в конце этого видео будет разбор ошибок, возникающих при использовании данной инструкции Переносим наши прошивки в папку Users Имя пользователя Под учетной записью администратора Флештул Фирм Варес Сюда переносим наши прошивки Сначала перенесем сюда прошивку с Android 4.3 Чтобы не путаться Потом, когда будет нужно, переместим прошивку с Android 4.4 Дальше, запускаем программу ABD от имени администратора В окне программы на установку подтверждаем, пишем кнопкой Y Опять же, на установку Y Дальше, на установку драйверов N Программа у нас установилась Дальше, распаковываем архив с ROTKit Xperia Извлекаем файлы Открываем папку и проверяем В этой папке внутри еще одна папка И уже в ней находятся необходимые нам файлы Так вот, перемещаем именно папку, в которой находятся наши файлы В корень диска C Закрываем Дальше, идем в наше устройство Настройки Идем в настройки Безопасность Ставим галочку на неизвестные источники Подтверждаем, снимаем галочку Проверять приложение Выходим Идем в функции для разработчиков Если у вас нет функции от разработчиков Идем о телефоне И 7-8 раз нажимаем на номер сборки У вас будет надпись Поздравляю, вы стали разработчиком Потом заходим в функции для разработчиков Активируем кнопку функции для разработчиков Подтверждаем Жмем ОК Включаем отладку по USB После выключения отладки по USB Подключите телефон к компьютеру Посмотрите на экран телефона Подождите Должно быть всплывающее окошко Разрешение отладки Поставьте галочку напротив Всегда разрешать отладку с этого компьютера И нажмите ОК Отключите после этого телефон от компьютера После подготовки можем приступать К самому процессу получения рут-прав Открываем флештул Переходим на вкладочку с молнией Нажимаем флешмод и ОК Выбираем справа нашу прошивку Проверьте еще раз внимательно Прошивка должна быть от андроида 4.3 Для вашего устройства Нажимаем на ней С правой стороны снимаем галочки с кэши С дата В эксклюде Ставим все галочки Кроме kernel Еще раз проверяем Стояли все галочки Кроме kernel Здесь у вас должно быть Kernel SYN и Loader SYN Нажимаем флешмод Появляется окно с подключением телефона Кабель включаем в компьютер Телефон выключаем Зажимаем кнопку уменьшения громкости И включаем в этот момент кабель в телефон Пошел процесс прошивки Процесс прошивки ядра проходит быстро В конце у вас должны быть вот такие строчки Отключите телефон И включите его Отключаем телефон от компьютера Нажимаем кнопку включения Телефон должен загружаться И зависнуть на анимации постоянной загрузки Так должно быть Не переживайте Выключаем после этого обязательно Флештул Выходим Выход Снова подключаем телефон Телефон к компьютеру Запускаем командную строку От имени администратора В командной строке прописываем необходимые строки Какие строки прописать Вы видите Внизу экрана Продолжение следует... После появления надписи в конце такой роботинг, останавливаем, нажимаем «Ctrl C», нажимаем «U», «Да», закрываем. Допускаем командную строку от имени администратора, прописываем такие строки для проверки root. Строки, какие нужно прописать, смотрите внизу экрана. Если у вас надпись такая, как у меня на экране, значит для вас с нами будет в дальнейшем дополнительные манипуляции. А если у вас надпись вот такая, как здесь внизу экрана, значит root у вас успешен и дополнительные манипуляции вам делать не надо будет. Сейчас закрываем командную строку, отключаем телефон от компьютера, нажимаем кнопку «Off» под заглушкой, идем в папку, в котором находятся наши прошивки, забираем нужную нам прошивку 4.4, которая у нас стояла или которую прошивали с самого начала. помещаем в папку «Furbars». А эту прошивку заберем, чтобы мы не путались. Закрываем, запускаем флештул. Молнию выбираем, флешмод, вот наша прошивка, снимаем галочки, тут ставим все галочки, кроме «Кернел», нажимаем флеш. По запросу флештула подключаем телефон с зажатой кнопкой вниз, громкость вниз. Процесс прошивки проходит быстро. Все, прошивка у нас успешна. Закрываем флештул, отключаем телефон от компьютера, включаем и ждем пока он загрузится. Теперь делаем действие только те люди, у которых в командной строке была такая надпись, как у меня, а не такая, как внизу экрана. Если у вас надпись в командной строке была такая, как внизу экрана, вы это действие не проводите. А мы делаем. Подключаем телефон в включенном состоянии с разблокированным экраном к компьютеру, открываем командную строку от имени администратора, прописываем необходимые строки здесь. Какие строки видите внизу экрана нужно прописать. Перед подтверждением смотрим на экран телефона, чтобы он светился. Нажимаем на компьютер будет запрос. Соглашаемся всегда разрешать отладку с этого компьютера. Нажимаем ОК. Теперь на экране будет запрос суперподзывайте. Предоставляем. На экране у нас вот такие строки, означающие рот получит. Отключаем телефон от компьютера. Теперь опять подключаем к компьютеру. Дальнейшие манипуляции будут проводиться для всех. Для тех, кто только что вводил команду в командную строку. И также для тех, у кого команда была изначально правильная. Сейчас мы будем отключать так называемый Sony rig в защиту от рутирования Sony. Нажимаем КМД, вызываем командную строку. Запускаем от имени администратора. Прописываем необходимые строки. Какие строки прописать вы видите внизу экрана. Будьте внимательны. Подтверждаем. Если на экране телефона появляется запрос суперпользователя. Предоставляем данный запрос. Пишем дальше такую команду о перезагрузке устройства. Наше устройство перезагружается. Закрываем командную строку. Отключаем телефон от компьютера. Ждем когда телефон загрузится. Идем в приложение суперсу. Заходим в приложение суперсу. Нажимаем обновить бинарный файл. Жмем обновить. Файл обновляется. Подтверждаем. Устройство перезагружаем. Поздравляю вас. У вас на устройстве полный рот. Давайте сейчас быстренько разберем возникающие ошибки при использовании данной инструкции. Если у вас ошибки возникают при работе с флештулом наподобие указанных вам. Переходим по ссылке внизу в видео. Есть ошибки флештула. Находим свою ошибку. Находим решение. Исправляем. И возвращаемся назад к данной инструкции. Если у вас ошибки возникают при использовании командной строки. Вот например такая. Знайте. Эта ошибка указывает на отсутствие опять же драйвера. Как драйвера установить. Смотрим также внизу по ссылочке под видео. Если еще подобные ошибки возникают с использованием командной строки. То по той причине что вы либо отладку по USB не включили. Не дали подтверждение отладки по USB с этого компьютера. Либо не предоставили права пользователя приложению ABD. Проверяйте. Будьте внимательны. Делайте все по инструкции. У вас обязательно все получится. Спасибо за просмотр. Удачи вам в прошивке телефона в получении RootPraw. Всего вам доброго. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok